Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по Пермским дворам улицам на автомобиле Лифан Бриз, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. И начнем сегодня с пары кадров дня от вас, дорогие наши телезрители. Первой фотографией с нами поделился Борис. Очень трогательно поит мужчина малюсенькую собачку из большой бутылки минеральной водой. Снимок называется «Жара». Ну, а вторую фотографию прислала Екатерина, и она называется «Длинна». Я стою на асфальте в лыжи обутой, то ли лыжи не едут, то ли вот не сезон. ДТП-то, надо сказать, самое ж не наесть рядовое. Одна машина догнала другую. Бывает. Однако случилось это в самом узком месте улицы Куйбышева, между маршрутной и троллейбусным депо. Результат. Вот тот вот пробняк, он аж до улицы Белинского. И этот короткий участок, мы, например, только что ехали добрых минут сорок. Вывод. Соблюдайте дистанцию, друзья. Оно полезно. Сначала жители дома номер 28 по улице Анвара Гатаулина очень обрадовались, потому что взамен старых деревянных им сделали новые крепкие бетонные крылечки. Однако радость была недолгой, потому что то, что когда-то было старыми деревянными крылечками, из двора никуда не ушло. Вот, пожалуйста, валяется куча гнилых досок и брусьев. В общем-то, вот сказали А, скажите и Б, уберите это. Но нет, никто не торопится вывозить мусор со двора дома номер 28 по улице Анвара Гатаулина. Строго говоря, сложно вспомнить, сколько лет бывшая улица Кутаиская носит имя Героя Советского Союза Анвара Гатаулина. А нет. До сих пор на некоторых домах встречаются вот такие вот таблички. Читаем. Улица Кутаиская. И никак иначе. Где Герой Советского Союза Гатаулин, непонятно. Чего уже говорить о табличках на отдельных домах, если при повороте на улицу Гатаулина с Куйбышева висит табличка. Черным по белому улица Кутаиская. И совершенно диким несоответствием с этой табличкой смотрится мемориальная доска, рассказывающая о том, что улица все-таки названа в честь летчика-героя. Много разных и интересных профессий существует на белом свете. Но вот занятное объявление подглядели мы на загарье. Срочно требуется борщица для уборки банка. А что правильно? Быстренько подмела там и борщик сотрудникам сварила. И чисто, и вкусно. Вообще по-домашнему. Ну и напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Итак, вот это вот приглашение на двоих на вечер романса 18 августа в органном концертном зале от Пермской краевой филармонии достается Людмиле Григорьевне Карташовой. Именно она порадовала дежурного замечательным ответом жаре. Снеговики на улице Самаркандской попали в поле зрения нашей программы на прошлой неделе. И на этом заканчиваю свою работу Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. Нам остается только напомнить телефон нашей информационно-справочной службы 2-630-300 и сайт телекомпании Рифей в интернете www.rifey.ru Пишите и звоните, порадуйте Анну Водоватову, которая заступает на вакту завтра интересными и содержательными сообщениями. Ну а на сегодня все. Свидимся, спасибо, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok